Друзья, всем привет! В Китае есть старая поговорка, братья должны платить по счетам. КНР и Россия сейчас переживают в отношениях период бурного роста, однако между ними по-прежнему то и дело возникают шероховатости. По словам китайских журналистов, Москва некоторое время назад рассказала о желании взять денег в долг у Пекина. Об этом сообщает издание Tencent. Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал, что переговоры с Китаем о займе денег ведутся уже давно, однако этот вопрос до сих пор не решен, отмечают авторы китайского издания. Обозреватели Tencent констатировали, что нет ничего необычного в том, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о кредите. Большинство стран одалживают друг у друга, а США так и вовсе накопили такой госдолг, который выплачивать придется еще много десятков лет. На этом фоне в Москве были уверены, что договориться с Пекином о займе будет несложно, тем более что сейчас отношения между странами хороши как никогда. Однако в КНР не торопятся давать положительный ответ на просьбу Москвы. Как считают китайские журналисты, такая ситуация совершенно не устаивает российского президента Владимира Путина, который ожидал от Китая, что он будет более сговорчивым. Средства нужны для реализации ряда крупных проектов. Однако Пекин не торопится, и его поведение вызывает озабоченность у Кремля. Однако вышесказанное не означает, что текущая экономическая ситуация в России плохая страна закончила 2023 год с дефицитом бюджета менее 2% ВВП, чем не могут похвастаться многие европейские страны, констатировали китайские журналисты. По оценке аналитиков Tencent, у руководства Китая явно есть какие-то свои соображения насчет того, давать ли России денег в долг. Судя по всему, сумма, о которой просит РФ, достаточно большая, как и срок погашения кредита. В этой связи нельзя исключать того, что Пекин откажется дать России взаймы. Независимо от того, как закончится история с кредитом, мы надеемся, что Путин не усомнится в дружбе китайского народа. Обе страны в настоящее время находятся на переднем крае с американской гегемонией и имеют слишком много общих интересов. Объем торговли между странами превысил отметку в 200 миллиардов и в следующем году должен быть еще выше, рассказали китайские журналисты. Расчеты Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО на разрушение экономики России масштабными санкциями полностью провалились. Российская Федерация не только не обанкротилась, но и испытывает рост экономики и сама кредитует другие страны. Какие именно и почему? Подводя финансовые итоги года, Всемирный банк отметил, что долги других государств перед Россией в настоящее время выросли почти на 9 процентов 8,7 процента и достигли рекордных отметок за все время правления Владимира Путина. В общей сложности эти долговые обязательства перед нашей страной по кредитам составляют 28,86 миллиардов долларов. Тут надо отметить, что в 1999 году этот показатель составлял 32,8 миллиарда долларов. На основании данных Всемирного банка можно составить своеобразный рейтинг самых больших должников Российской Федерации на международной арене. Основным из них уже посложившейся многолетней традицией является Белоруссия. Однако объемы долга этого основного должника за год снизились на 3 процента и в настоящее время составляют 8,2 миллиарда долларов. А вот у Бангладеш, которая вышла на второе место рейтинга, задолженность перед Российской Федерацией выросла сразу на треть, а именно на 1,4 миллиарда долларов до 5,86 миллиарда. Несколько минут назад президент Финляндии начал плакать и жаловаться. Как там было в песне у Высоцкого? От осознания и от просветления. До него вдруг дошло, осенило, накрыло мощным приступом прозрения. Вот он льет слезы в жилетку французской газеты «Лемонт». Что касается санкций, впредь ни одна финская компания не ведет деятельность в России. Мы одна из крайне немногих стран в этой ситуации. К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен. Западные страны ввели в отношении Москвы намного больше ограничений, но их эффективность низко. Это стало возможным благодаря обходу санкций и сохранению многими странами за пределами Европы торговых отношений с Россией. По его мнению, необходимо искать новые способы воздействия на страны, нарушающие международные законы, чтобы достичь желаемых результатов. Уход финских компаний от российского рынка не только не принесло никакого результата, как утверждает президент Финляндии, но и привел к серьезным последствиям, ударившим по национальной экономике. Убытки, понесенные компаниями, оказались многомиллиардными. Тысячи рабочих мест были утрачены, а сотни миллионов евро налогов пропали из бюджета страны. Однако это еще не все. Дополнили список последствий потери для финских компаний российского рынка, инфляция и рост коммунальных услуг, что еще больше усугубило положение в Финляндии. Сам же рынок, освободившийся от финских компаний, был активно освоен российскими, индийскими, турецкими, арабскими и китайскими компаниями, которые вступили в серьезную конкурентную борьбу между собой за эти прибыльные места. Особенно яростно разыгрывалось в энергетическом секторе, который в настоящий момент представляет собой настоящее золотое дно. Таким образом, утверждение Саулинии нести о том, что уход финских компаний с российского рынка не принес никаких результатов, абсолютно неверно. Просто это смотря кому и смотря каких результатов. Например, нашему бизнесу, который радостно заместил финский, а также китайцам и так далее. Санкции очень даже принесли результат. Они усилили тот самый глобальный Запад, с которым Запад сейчас столь неразумными методами пытается бороться. Но, кстати, и финскому бизнесу, и финской экономике санкции тоже результаты принесли. Американские политики любят говорить о США как о мощнейшей державе мира с сильнейшей экономикой и финансовой системой. Однако, судя по половине 2024 года, текущие позиции Соединенных Штатов уже не так сильны, как прежде. По словам китайских журналистов, из Вашингтона пришли новости, вызвавшие огромный резонанс в мире. Стало известно, что американский госдолг достиг очередного исторического рекорда, превысив отметку в 34 триллиона долларов. Об этом сообщает издание «Бай Джа Хао». Только за вторую половину года общий размер долга США увеличился более чем на триллион долларов, отмечают авторы китайского издания. Авторы «Бай Джа Хао» отметили, что новости из США вызвали бурную реакцию в России, где уже давно, затаив дыхание, следят за ситуацией с американским госдолгом. В РФ встретили эти сообщения с большим энтузиазмом, сопроводив их с саркастичными комментариями. Как считают в Китае, даже российский президент Владимир Путин должен был встретить эти сообщения с улыбкой на лице. Дело в том, что он уже давно предсказывал подобный сценарий и предупреждал о нем весь мир. Размер инвестиций России в госдолг США снизился во много раз. Несколько лет назад РФ владела американскими облигациями более чем на 100 миллиардов долларов, сегодня ее портфель оценивается менее 100 миллионов, рассказали авторы китайского издания. Путин уже давно говорит, что американский госдолг – это мина замедленного действия. Как только этот мыльный пузырь лопнет, последствия затронут многие страны мира. На этом фоне президент РФ устроил грандиозную распродажу американских облигаций, а также совершил еще один крайне неприятный для американцев шаг. Он сделал золото вновь популярным. Россия несколько лет назад начала скупать сотни тонн золота, многократно увеличив размер своего золотого резерва. Сегодня, глядя на проблемы американцев с госдолгом, многие другие страны последовали примеру Москвы. Они не только закупаются драгметаллом, но и забирают свое золото, которое находилось на хранении в банках США и Великобритании. Речь идет о сотнях тонн драгметалла. Многие европейские страны забирают золото, которое сдавали на хранение в США и Англию, отмечают в КНР. Более того, Россия является не только крупным покупателем золота, но и продавцом. Если раньше большая часть российского металла уходила на Запад, в США и Великобританию, то теперь драгметалл идет другим путем. Недавно западные СМИ сообщили, что 399 тонн российского золота было продано анонимным покупателям из Азии. Предполагается, что весь этот металл выкупил Китай. Пока американцы копят долги, другие страны запасаются золотом. Если прежде российский драгметалл преимущественно оседал в банках США и Британии, то теперь он либо остается в российских хранилищах, либо вывозится в Азию. Таким образом, сотни тонн золота уплывают от Запада, который тонет в кредитах. Чем больше золота будет вывезено из США, тем слабее будет доллар и сильнее валюты конкуренты, такие как китайский юань, друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал.